Всем привет, дорогие друзья! С вами First One, и это шестой выпуск, посвященный игре Рыцаря Битва Героев. Как всегда, собираем тут ресурсы. У меня, правда, вот дерево уже, склады по полной забиты, но сейчас мы его куда-нибудь потратим и возобновим производство. Что нового у меня произошло? Ну, во-первых, я прокачал ополоченцев и, видно, прокачал их еще раз, да? Получаем 3000 золота, улучшение кожаного доспеха. Окей. Так, давайте зайдем в арсенал вообще, ознакомимся. Что у нас тут? Да, два кожаных доспеха, копье. Остается нам только третий кожаный доспех для них прокачать. Для этого нам нужно три куртки и четыре наплечника. Также нам вообще много, что нужно. Вообще, вот, допустим, чтобы склад прокачать, да, а то у нас часто нам нужно три слитка еще. Три слитка, три слитка имеется. Забираем. Качаем. Так, блин, нет, не то. Не туда нажал. Отлично, улучшим. 48 минут это у нас займет. Что еще? Рынок. Рынок надо строить. Первый этап строительства я закончил, но для второго нам понадобятся еще малые инструменты и руда. Вот, кстати, руды у нас как-то постоянно не хватает. Нам бы шахту еще улучшить. Что нам для этого потребуется? Для этого нам потребуются наборы малых инструментов. Ну ладно, давайте шесть штучек произведем. Как раз сколько это займет времени? Три часа. Три часа это много. Я к тому времени уже уйду из дома. Так что давайте будем заказывать по максимуму, насколько нам хватит. Ну вот, руды у нас только девять штук, поэтому девять наборов и закажем. Четыре часа будут работать. Пускай здесь арсенал. Так, ну про арсенал мы разобрались. Можно, конечно, наемников еще покачать, да? Что для них нужно? Для них нужно... В общем, для них еще не открыты технологии, да? Ну ладно, давайте пока что не будем тратиться на все. Заходим на стрельбище. Нам надо выставить нового стрелка. Я тут участвовал в боях. На меня кто-то нападал, я напал в ответ. Хотя там противник был намного сильнее. Ну, у него было много мечников, наемников. И у него была даже баллиста. Но, тем не менее, как-то по задам, по бокам я бегал, не подставлялся на глаза его войскам, которые все стояли в одном месте, и сносил здание за зданием. Я, конечно, стараюсь как можно меньше вещей оставлять за кадром, но все равно периодически что-то проскальзывает. Кстати, было бы еще и хорошо, наверное, и башню улучшить. Интересно, а на что они вообще улучшаются? А, вот оно написано. Радиус у них не увеличится, это плохо. Бьют они довольно-таки недалеко. Давайте вообще зайдем в режим постройки, посмотрим, можем мы стену сейчас начать строить? Нет, не можем. Нам опять же не хватает угля. У нас прямо какая-то катастрофическая нехватка угля, поэтому... Точнее, не угля, а как-то железо. Вот, железо нам не хватает ни на что, поэтому надо как-то поскорее прокачать это здание. Для этого, наверное, можно сейчас пробежаться по друзьям, да, оказать им посильную помощь. Допустим, на вот тебе кузница, не знаю, что тебе деньги. Да ладно, давайте все подряд, а то слишком долго. Следующий. Я как-то обычно заморачивался там, старался прокачивать людям то, чего не хватает мне самому, с мыслями о том, что им этого тоже не хватает. Так, этому другу мне, похоже, помочь нечем. Так, Максим, чем помочь тебе? Давай на ферму зайдем, тут все соберем. Что, еще одно здание нам нужно какое-нибудь? Максим, ну что-то ты совсем не застроился, поэтому за тебя мы не получим поддержки, за помощь тебе. Так, что еще? Этому человеку мы тоже помочь ничем не сможем. Мы можем еще Персевалю помочь, да? Это наш вечный друг. Так, давайте поможем здесь, на твоем ипподроме, здесь, здесь, где еще можно? Здесь. Так, еще одно здание, Персевалю, где у тебя что производится? Ничего не видать. Где-то, может быть, в этом углу мы что-то пропустили. А, вот, арсенал. Отлично, возвращаемся в замок. У нас есть два теперь ускорения времени, и из-за этого ускорения что мы можем сделать? Мы можем либо сейчас же произвести несколько железа, либо можем ускорить работу нашей кузни. Так, чтобы выбрать. Ну, давайте сделаем так. Все равно, наверное, не сильно ускорится. Давайте вот кузню ускорим, произведем несколько железа. Так, а где железо? Почему оно не появилось? 24 железа за день. Ну, давайте еще разок. Всего лишь одна железяка. Да, очень медленно производство. Я-то думал, что она хотя бы нам немного железа даст, чтобы мы стену начали строить. Ну, ладно, надо было тогда все-таки какую-нибудь другую постройку ускорять. Бог с ним. Давайте тогда отправимся в бой. У нас тут есть множество разных заданий. Исследую военные игры. Так. Так. Следопыты стали быстрее. Задание выполнено. Что еще есть? Лучше ферму до третьего уровня. Задание выполнено. Замечательно. Берем задания и тут же они выполняются. Что еще? Исследую тренировку лучников. Отлично. Задание сразу выполнено. Я многие задания выполнил до того, как мне их дали. Что еще есть? Лучше хижины лесоруба. Опять же, задание выполнено. Мне дали лес, который некуда складировать. Что еще, ребята? Улучшение кожного доспеха. Окей. Это мне еще предстоит сделать. Начни производство кольчуги. Исследую улучшение кожного доспеха. Это мы выполнили. Хлеб всему голова. Улучши ферму до четвертого уровня. Получаем награду. Улучши хижину лесоруба до четвертого уровня. Так что, больше у меня заданий нету новых. Ну что ж, будем тогда справляться со старыми. Надо победить еще одного какого-нибудь игрока. Так что отправимся в бой. Энергии у нас имеется. Павшие на турнире не умирают? Интересно. Можно я схожу на турнир ради интереса? Выбери войска и расставь их в подсвеченных клетках. Ну что ж, надо выбрать своих лучших бойцов. Я выберу героя. Выберу парочку копейщиков. Не знаю. И, наверное, одного мечника. Лучники долго не проживут. Давайте, ребята, в бой. Так, тут нам река мешается. А эти ребята просто так стоят. Посмотреть сюда пришли. Ну ладно, давайте все сдвинемся, я не знаю. на левый край. Попробуем быстрее врага уничтожить его гнома. Так что, твой ход. И ты ничего не можешь сделать. А, все-таки... Ну ладно. Давайте тогда дождемся, пока они подбегут. Давайте, ребята, идите сюда. Мы вас ждем. Смотрите-ка, они идут. Молодцы. Они знают, что это засада. А, нет, вот. Вот, вот. Теперь их ход. Нет, они пропускают свои ходы. Ну ладно, так. Раз уж вы хотите, чтобы мы сами пришли к вам, так мы и поступим. Они, кстати, мудро заняли проход. Тут только два бойца помещается. Так, надо быстренько из этого прохода выбежать. Я, кстати, думал, что вот этот гном это их, что мне придется с ним сражаться. Оказывается, не тут-то было. Так, вот мы и гномы вывели на поле боя. Так, осталось нам заколоть тебя. Ты труп. Теперь будем массированно атаковать тебя. Ну, в общем, ясно, что мы тут побеждаем. Так, что мы получим в награду? Тысяча золота. Ну и так, всякая ерунда. Ладно, но если деньги заработать надо, то можно, конечно. Хотя на грабеже заработаем мы куда больше. Давайте отправимся на настоящие бои против других игроков. Ну, наверное, турниры тоже. Чем дальше, тем сложнее. Так, у этого врага четыре вышки вокруг главного здания. Из войск я вижу гнома, пару мечников. Вижу эльфийскую лучницу. И, возможно, есть еще что-то, чего я не вижу. Где-то спрятанное тут между зданиями. Нет? Ну, я вот ничего не вижу. И надеюсь, что раз я не вижу, то этого там нету. Итак, подведем итог. Два парня с мечами. И эльфийская лучница. Если все действительно так, то это не страшно. Четыре тысячи награды. Давайте нападем, попробуем. Что ж, гномич, ты. Ребята с копиями. А, так. Тут, где лучница, у нас пойдут мечники. Эльфийская лучница, это, конечно, мощно. Но я надеюсь, что мы ее одолеем. Так, и можно еще одного ополченца вывести в бой. Давайте начнем битву. Так, первое здание. С него мы практически не получаем награды. Так, лучница наша уже заметила. Она выдвинулась в нашу сторону. Бьет она довольно далеко. Ну ладно, будем двигаться ей навстречу. Башня ее не прикрывает. У башни слишком маленький радиус обзора. Где эта лучница? Она довольно далеко от нас. И, наверное, когда мы начнем подбегать к ней, нас увидит вражеский гном. Ну ладно, тем не менее. Будем продвигаться маленько в ее сторону. Хорошо бы наших мечников. Я все-таки их высаживал под лучницу, а она пошла другим путем. Сейчас я чувствую, она намного настреляет. Тем более, что она атакует несколько раз за ход. Ну, в смысле, у нее быстрый ход довольно-таки. Может очень больно нашим войскам сделать. Так, ты все-таки не добегаешь до нее. Ладно, ударь пока цитадель. Тоже беги сюда. Вы лучники тоже подбегайте поближе. Так, мечники наши оказались в самом далеке. Как раз те, кто и должны были сражаться против этой лучницы. Блин, мы еще до нее не добегаем. Гном, снеси эту кузницу. Что, теперь открылась дорога к оплаченцу? Нет, он все равно не добежит до лучницы. Очень плохо. Ну, ладно, поставим его здесь, на зады. Ты, парень, тебя бы я увел, но, похоже, все пути отступления закрыты, так что тебе придется помереть. Ты не волнуйся, мы тебя потом восстановим, если ты сейчас помрешь в бою. Нам главное, кроме тебя, никого не потерять. Так, лучник, иди туда, наверное, расстреливай там здание. А ты вообще вон, так, вон туда иди. Так, мечник, мечник не добегает. Ладно, встанешь пока что здесь. Так, ты тоже не добегаешь. Да кто-нибудь зарубите эту лучницу уже. Похоже, она успеет сделать еще один ход. Отлично. И с ней мы справились, но какой ценой? Так, ты, лучник, снеси лесопилку. Ты, лучник. Иди сюда. Вы, ребята. Вы, ребята, можете пока что цитадель сносить. А потом уже займетесь чем-нибудь еще. В башне 45 атаки. Не знаю, не хотел бы я на нее в лоб, конечно, идти. Можно ее, в принципе, обойти позадам, но это так долго всегда. Ну ладно, наверное, все равно мы так и поступим. Тебе даже пристроиться некуда, поэтому ты тоже пойдешь обходить башню. Ну и ты тоже пойдешь обходить башню. Лучник добивает лесопилку. Этот лучник может пока что расстреливать стрельбище. Так, ты, парень, ты не можешь тут пройти за деревьев. Какая незадача. Ну ладно, возвращайтесь тогда. Примем тогда другую тактику. Пойдем все-таки с боем на башню. Сначала вас тут выстроим поближе, чтобы вам далеко бежать не надо было. Получаем одну звезду. В любом случае, это уже победа. Так, ты подойди сюда поближе. Ты, ополченец, сюда. Ты стой на своей позиции. Так, ты лучник. Но я не хочу тебя везти туда дальше, потому что там уже сагрятся всякие гномы. В общем, сейчас нам главное расстрелять вот это стрельбище вражеское, чтобы оно не мешало моим воинам обступить вражескую башню. Так, воин с мечом, иди сюда поближе. Ты стой на своей позиции. Ты, гном. Ты, гном, нам понадобишься здесь. Ага, враг нас спалил. Кто-то уже идет по нашей душе. Это вражеский гном. Маленько тогда отойдем. Маленько тогда отойдем. так плохо нам сейчас возможно придется биться сразу из башни из гнома конечно можно попробовать лучника отвести чем я собственно говоря думаю заняться так вот он гном подходит атакуем его лучником вторым лучником ну и наверное с этой атакой мы все-таки пойдем под огонь башня ну пойдем под огонь башни меч никами теми кто может его спокойно пережить точнее ну как ребятами с щитами наемниками так ополченец ну давайте ополченцы еще под удар поставим так надеюсь гном не доживет до второго удара до убивает его наш гном так сколько у тебя лучник хп 80 один удар башни ты перенесешь поэтому подойди поближе чтобы нанести выстрел ты тоже подойди поближе я хочу с ней расправиться за один ход но хотя бы за парочку да так ты копейщик нам еще понадобишься живым поэтому иди вот сюда где тебя не достанет башня ты лучник атакуй а ты отбегай добиваем башню отлично теперь можно спокойно сносить другие постройки вот рынок например да и все что тут есть а лично бьем шахты бьем все что попадается у нас на пути склады врага два склада вот мне бы тоже два склада но я могу пока что себе позволить только один все это трех звездная победа получаем от тут то из ну четыре тысячи золота и один набор инструментов завершаем битва и так каковы наши потери потеряли мы одного парня с копьем сейчас мы его будем восстанавливать это надо обойдется 500 золота ну и наверное давайте сразу долго не думая сразимся с кем-нибудь только на этот раз хотелось бы чтобы враг был послабше все таки хотя тут враг был не особо силен так-то уж если логически рассуждать и так что мы здесь имеем гном лучники башня башня что тут можно сделать но во первых можно высадить небольшой отряд здесь покромсать эти здания этот гном он же не так далеко видит можно высадить кого-нибудь здесь побить эти здания и наверно за это можно все-таки получить нужную награду ну ладно надеюсь что я все правильно оценил и мне удастся сразиться тут без конфронтации единственное что все-таки цитадель цитадель все-таки наверно пришло придется сносить да на 3 звезды вот я не знаю как не осторожно подобраться похоже такого варианта тут не существует но давайте хотя бы снесем постройки а там посмотрим что нам за это дадут можем уйти не с полной победы допустим здесь я выставлю двух лучников почему нет здесь здесь выставлю гнома хотя надо было его сюда чтобы далеко не бегать ну ладно здесь пару парней с копиями а нет парочки у меня уже нету одного мы потеряли ну давайте вот так вот и apple ополченец тоже парочка начнем битву посмотрим сколько нам звезд дадут за снос вот этих построек так лучники да давайте там бейте что-нибудь бейте шахту нам нужно железо нам нужно много железа поэтому бейте ребята шахты так гном молодец с одного удара сносит постройку так но гном нас далеко так незач не должен учуять поэтому стягиваемся сюда а вот вы ребята но я даже не знаю что по поводу вас предпринять может быть вы как-то тут еще одна башня можно конечно безнаказанно наверно подойти снести храм но возможно уже копейщик почует я даже не знаю вот это вот вот радиус это то расстояние на котором он пойдет в бой если кто-то появится не разбираюсь пока в этом деле ладно ты копейщик тогда иди сюда а вы ребята бегите обходите башню сходите туда наверх может там есть что-то хорошее лучники лучники бейте склад гнома досталось от башни я даже что-то не обратил внимание что подвел его под ее огонь так лучники добивайте склад склад приносит нам еще множество ресурсов здесь нам уже воина ближнего боя в принципе не особо нужны поэтому мы их отправим все таки туда-обратно так лучники добивайте кузницу так что-то я даже не обратил внимание дали нам хоть одну звезду зайти нет вот они звезды нам нужно еще три здания что же я надеялся что вот этих зданий снизу нам хватит для того чтобы получить три но хотя бы одну звезду но все таки для победы нам нужно больше разрушений поэтому ребята тут помаленьку продвигается так кстати можно наверно напрямик пойти да я так понимаю меня никто не заметит если я правильно понял логику этой игры так тут башня башня говорит нам что мы можем еще на два шага подойти и добить вот эти постройки да ну чтож подойдем лучниками снесем две хижины лесорубов ну чтож нам остается снести только храм это замечательные новости одна звезда у нас есть причем без особых потерь еще одну мы можем получить если разрушим цитадель и третью убить не менее половины защитников то есть пять штук ну что же даже не знаю цитадели мы можем разрушить цитадель в принципе безнаказанно да вот этот нас не увидит если мы обойдем ее и эти тоже не увидит с наемниками я думаю мы в бой вступать не будем так так что идем задами на цитадель а вот тут еще башня есть вот он фактор который я не учел совсем я про нее забыл она охраняет задницу скажем так как бы это грубо не звучало задницу вражеского замка ну ладно и это будет слишком долго для видео если я буду тут все силы переводить на башню я пожалуй сделаю это за кадром чтобы не терять зря энергию но на этом закончу наш сегодняшний выпуск с вами был 111 если вам понравилось подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем спасибо всем пока хотя вот ребята решил еще продолжить маленькое видео я вот побежал сносить вражескую дозорную башню но хотел вот показать здесь небольшой аспект вот смотрите вражеский страж не контролирует вот такую территорию и башни контролирует вот эту территорию то есть грубо говоря у меня тут было окно в одного юнита то есть я мог одним юнитом подойти и разрушить цитадель это конечно заняло бы какое-то время но я думаю за 35 минут до отведенных а нет это не 35 это до восстановления энергии а на бой времени ограничено как я понимаю нету каких-то раундов да и то есть я вполне бы смог разрушить всю цитадель одним юнитом безнаказанно все вот такие вот маленькие нюансы бреши в обороне врага позволяют нам тут многое что сотворить поэтому когда вы делаете защиту своей собственной базы надо все эти мелочи учитывать не знаю возможно мне стоит даже сходить к себе на базу и пересмотреть ее оборону подумать как лучше раз расставить войска и возможно даже стены башни но если честно мне даже лень этим заниматься наверно если меня уже будут часто атаковать и мешаться мне жить и тогда вот я этим займусь я уже скорее не с практической точки зрения а просто со злобы начну что-то делать ну а пока что если честно лень заморачиваться ну что ж бежим войсками давайте ребята вперед лучники тут вообще ну не знаю им бы очень много времени понадобилось чтоб тут все оббегать все цитадель падает получаем две звезды ну что ж остается только победить пять вражеских бойцов но это непростое задание мы можем конечно начать с этих четырех наемников вот есть один мечник и три наемника 250 хп здесь по 80 хп 180 но я пожалуй не буду рисковать своими войсками две звезды мне хватит я не гордый и на этом закончим битву да я действительно хочу закончить битву получаем награду 3000 золота малый набор инструментов 12 железа так необходимого нам железо что ж теперь мы можем даже приступить к строительству каменной стены и если я сегодня построю то в следующем выпуске вы увидите как она смотрится и где я ее расположил а на этом все всем спасибо и до новых встреч